Из моей практики, как работаю с зерновыми, с солдом в основном, при, соответственно, двойной перегонке на прямоточнике, когда все основное идет, а уже когда идет доработка, там в том числе используется колонна. Ну, то есть, например, начинается проект, соответственно, брага перегоняется в спирцерец, следующий перегон у нас получается три фракции головы, промежуточные тела, хвосты. Головы, промежуточные, хвосты я объединяю в так называемое болото, банк, по-разному называют, добавляю в новый спирцерец и, соответственно, это начинает крутиться. Когда проект закрываю, то действую следующим образом. Уже головы и хвосты не объединяю, а получается три разных фракции. Тело ароматное, головы промежуточные и отдельно хвосты. Значит, головы промежуточные разбавляют до примерно 16, иногда до 18 процентов и отправляем на прямоточник. Так как у голов и у промежуточных при низкой спиртуозности коэффициенты рептификации и у той и у другой примеси больше единицы, то, соответственно, они вылетают в начале. Хвосты, ну, в принципе, почищены, насколько это возможно на дистилляции. И в результате у меня получается так называемый дистиллят ободрыш. Хвосты, которые в районе 40 процентов, загоняю на колонну, где-то даже метр примерно она. Ну, и, соответственно, получаю НДРФ. Где-то работаю на флеговом числе, там где-то 5-6, но так как колонна невысокая, то в районе 95 процентов получается напиток. Значит, итак, после всех этих операций у меня есть ароматное тело от дистиллята, ободрыш и НДРФ. Значит, по первому и третьему образцам, соответственно, можно довести просто до питьевой крепости употреблять. Либо, ну, соответственно, на второй он уже получается примерно 38-43. Очень сильно зависит от того, ну, насколько чисто грязный был исходник. Ну, примерно у меня 38-43 получается. Это уже такая питьевая емкость. Соответственно, дальше у меня есть вариации какие. Я могу как по отдельности это все использовать, так и провести, например, купажирование этих трех, скажем так, спиртов. И получить тот напиток, который мне интересен органолептически. Ну, по крайней мере, у меня есть выбор. Дальше. Также НДРФ очень неплохо, особенно если это из зерновых, солодовых, ну, для той же хреновухи. Намного интереснее получается результат, чем, например, от сахарной. Кроме того, этот НДРФ можно использовать как спиртовые воды. Что это имеется в виду? Ну, я разбавляю где-то до 25%. Вот, надеюсь, можем видеть. Вот, оно у меня отдельно хранится. И, например, когда мне надо ароматное тело разбавить, то я уже, например, разбавляю там не водой, что там сильный удар по самому дистилляту. Ему требуется много времени для того, чтобы восстановиться. Здесь уже 25% разбавляю. И он как быстрее между собой все там происходит, женится. И быстрее получается напиток, готовый к употреблению. Это одна из вариаций. Ни о чем не настаиваю, никого не учу. Просто поделился практикой. Продолжение следует...